Всем привет! Вы на канале «Всё о звёздах ТВ интересно знать». Представляем вашему вниманию заслуженную артистку России Елену Сафонову, которая сыграла Ольгу во всем известном и любимом фильме «Зимняя вишня». Узнайте, как сложилась её судьба. Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в городе Ленинград, ныне Санкт-Петербург. Папа Елены – актёр Всеволод Сафонов, а мама – режиссёр Валерия Рублёва. В середине 60-х годов её родители переехали в Москву, поскольку Валерия Ивановна часто работала на Мосфильме. Будущая актриса Елена посещала школу с углублённым изучением французского языка, что сильно пригодилось ей в дальнейшем. Елена с детства ездила с родителями в киноэкспедиции и, конечно же, не мыслила себя никем, кроме актрисы. Несмотря на известных родителей, путь Елены в профессию оказался тернистым. Поступить во ВГИК она смогла только с третьего раза. Затем, проучившись два года, решила уйти в ЛГИ и ТМК. Впервые Елена появилась на экранах 1974 года в драме «Ищу мою судьбу». Три года спустя на съёмках киноповести «Семья Зацепиных» молодая актриса нашла свою судьбу. Она познакомилась с актёром Виталием Ешковым, за которого впоследствии и вышла замуж в 20 лет. Этот брак продержался 6 лет. Всесоюзную известность Елене принесла роль Ольги в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня». Удивительным образом судьба актрисы совпала с историей, прославившей её героини. Как и Ольга, Елена в середине 80-х встречала с женатым мужчиной, который не был готов ради неё бросить семью. Это был американский бизнесмен Вачи Мартиросян. Актриса родила от Вачи сына Ивана, которому дала свою фамилию. Иван Сафонов в настоящее время работает на мосфильме оператором. Как и Ольга, Елена встретила импозантного мужчину, который готов был увезти её в Европу. Таковым стал французский актёр Самюэль Лабард, с которым она познакомилась на съёмках картины «Аккомпаниаторша». Оказалось, что Самюэль был заочно знаком с российской актрисой. Он увидел её в фильме «Очи чёрные» и влюбился в русскую красавицу. В 1992 году Елена вышла замуж за Ламбарда и уехала жить во Францию. От своего второго мужа Лабарда она родила сына Александра, но появление ребёнка не смогло скрепить этот брак. В 1997 году Елена подала на развод и захотела вернуться на родину, но выяснилось, что по французским законам она не имеет права забрать с собой сына. Актриса была вынуждена оставить Александру с бывшим мужем, а её младший сын получил также актёрское образование и стал режиссёром. Когда вернулась Елена в Россию, быстро смогла влиться в струю отечественного кино. В новом тысячелетии она с равным успехом играет в многосерийных мелодрамах, проектах на криминальную тематику, а также в комедийных сериалах. В 2020 году 64-летнюю актрису можно было увидеть на экранах в таком сериале, как «Смерть в объективе». Вот такая судьба нашей героини. Пожелаем ей крепкого здоровья, счастья, любви, добра и мира, всего и самого-самого наилучшего, и, конечно же, побольше новых ролей. Всем огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всех благодарю за внимание. Всем желаю счастья, здоровья, любви и мира. Берегите себя и своих близких. Всего вам самого-самого наилучшего и всего доброго. До новых встреч, до новых роликов и всем пока-пока.